Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Сразу две новые выставки представляет Центр современного искусства «Заря». Это советский дизайн с 1950-х по 1980-е годы и проект от современных авторов «Материализация». Вход свободный на обе экспозиции. К слову, наша съемочная группа там уже побывала, нам очень понравилось. Советую. Детская театральная студия «Зеленый гусь» из Большого камня выступит на сцене Театра молодежи в эту пятницу. Артисты покажут свой лучший драматический спектакль. Именно в такой номинации группа стала призером на международном фестивале «Зимние театральные игры-2017». Постановка «Три апельсина» по Карла Гоцци заняла первое место среди 26 спектаклей, которые были представлены конкурсантами, в том числе и знаменитой студии Олега Табакова. Стоимость билетов от 100 до 200 рублей. А на Приморской сцене Мариинского театра премьера оперы «Регалетта» исполняется на итальянском языке в сопровождении синхронными титрами на русском и английском. Традиционный праздник «Весны и уюта» пройдет в эту субботу в кампусе ДВФУ. День скворца, который включает в себя субботник, конкурс скворечников, маркеты, выступления музыкальных групп, начнется в 10 утра и до 7 вечера. А в городе с 11 утра стартует «Библия-ночь». Программа невероятно большая, перечислют только локации, в которых пройдут основные мероприятия. Это площадки Большого Агума, Кафемана Светландская, 17 и библиотека «Бук». Расписание очень насыщенное, лучше ознакомиться с ним заранее. Еще всех желающих приглашают на гала-концерт 7-го Всероссийского открытого конкурса народного творчества и национальных культур. Место проведения ДКЖД, вход свободный. 22 апреля в главном корпусе музея имени Арсеньева пройдет встреча с профессором Вашингтонского университета, литературоведом Бергитой Ингимансон. Именно Бергита стала редактором-составителем книги «Элеонора Прей. Письма из Владивостока». Вход от 100 до 200 рублей. 23 апреля во Владивостоке пройдет просветительский фестиваль «День Приморских островов». Мероприятие приурочено к открытию навигации маломерных судов и направлено на популяризацию экологически грамотного туризма. Место проведения – учебно-научный музей Школы гуманитарных наук ДВФУ. Вход свободный. Лютеранская кирха приглашает на пасхальные концерты 22 и 23 апреля. Среди участников Большой академический хор ДВФУ, Камерный оркестр Божьей коровки, органисты Степан Меньшойкин и Маргарита Ревенко. Концерт «Мифы и легенды Древней Греции» готовит краевая филармония в программе. Рассказ о греческих богах Орфеи, Прометеи, Пане, Афродити в музыке западноевропейских композиторов. Ведущая – музыковед Наталья Мищенко. Билеты по 150 рублей. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok